Цены на древесину находятся на уровне 12-летнего максимума. Что будет дальше? Уда, добро пожаловать в нашу студию. Сегодня мы поговорим о ресурсе, который выведен из окна вашего офиса. Мы поговорим о древесине. На данный момент стоимость древесины находится на уровне 12-летнего максимума. Что происходит на этом рынке? Да, Йохен, вы абсолютно правы. Я – дитя деревообрабатывающей промышленности. Ещё в детстве я каждые выходные работал на лесопилке моего отца. Я очень тесно связан с древесиной. Как мы видим на графике, стоимость древесины действительно находится на уровне 12-летнего максимума. Древесина является таким же экономическим индикатором, как и медь. Но она немного раньше предсказывает изменение экономической ситуации. И текущие показатели рынка древесины говорят нам о том, что темпы роста экономики усиливаются. Сейчас цены на древесину находятся на уровне 12-летнего максимума. То есть они выше, чем на протяжении последних 12 лет. И кажется, в будущем цены могут ещё больше повыситься. И второй момент заключается в том, что уровень инфляции растёт. Давайте поговорим о причинах роста цен на древесину. На мой взгляд, существуют два главных двигателя роста цен. Первый – это рост экономики США и бум строительной сферы. Люди покупают новую мебель для своих домов. Это если мы говорим о США. Кроме того, есть спрос со стороны Азии, в частности, Китая и Японии. На данный момент США возвращают часть древесины назад в страну. На мой взгляд, сейчас спрос на древесину в Китае растёт. В первую очередь, благодаря среднему классу. Люди хотят жить в деревянных домах и использовать деревянную мебель лучшего качества. И, конечно, деревянные полы. И это всё оказывает влияние на спрос. Давайте более детально поговорим о США. Что ещё оказывает влияние на спрос и о каких показателях роста мы говорим? Количество начатых строительств в США постоянно увеличивается. После значительного сокращения этих показателей в начале кризиса 2008 года, мы видели их восстановление. И этот процесс восстановления ещё не завершился. На данный момент, согласно ожиданиям, спрос может вырасти ещё на 7%. Это годовой показатель роста? Да, это годовой показатель роста США. Это очень солидная цифра. Спрос на древесину по-прежнему очень высокий. Среднее количество начатых строительств в США составляет 1,5 миллиона в год. На данный момент эта цифра составляет примерно 1,2 миллиона. То есть у нас есть потенциал для увеличения этого показателя. Кроме этого, существует обширный рынок ремонта уже существующих домов и их оснащение мебелью. Сюда входят и работы по поддержанию дома и мебели в надлежащем состоянии. Дома в США не такие прочные, как в Европе, и потому они часто требуют ремонта. Это точно у него бывает торнадо и другие природные явления. Теперь давайте поговорим о Китае. Что же происходит в Китае? «Средний класс в Китае стремительно увеличивается. На сегодняшний день в него входит около 300 миллионов людей. И эти представители среднего класса хотят получать древесину более высокого качества для кровли, напольных покрытий, мебели и так далее. И как мы видим, объём импорта древесины в Китай увеличился в 10 раз по сравнению с тем, что было 10-12 лет назад. И спрос продолжает расти. Китая не хватает древесин, и потому они вынуждены её импортировать. И, как правило, Китай импортирует древесину из США и, конечно, из Канады». «Это подводит нас к вопросу об объёмах предложения. И в Канаде всё не так радужно. Вы только что привели в пример Канаду». «На мой взгляд, Канада является одним из крупнейших экспортеров древесины, помимо Бразилии. Но есть такая проблема, как годовые объёмы допустимых рубок. В регионе Тихого океана выдают специальные лицензии на рубку деревьев из-за экологических причин и устойчивого развития. В Британской Колумбии в течение следующих нескольких лет квоты на вырубку, скорее всего, будут сокращаться. Ещё одна важная проблема – это насекомые, в частности, лубоед сосновый. «Эти насекомые портят деревья?» «Эти насекомые портят древесину, и их распространение связано с температурой воздуха. При более высокой температуре они лучше размножаются. В этом году их нашествие не такое серьёзное, как в течение нескольких последних лет. Так как в этом году зима была довольно суровой, по крайней мере, в Калифорнии и в западной части страны. Давайте поговорим об акциях, которые вы приобрели, в частности, о компании «Норборд». В чём их особенность? Есть несколько производителей древесины в Северной Америке и в Европе. В особенности в скандинавских странах – в Норвегии, Швеции и Финляндии. Но мы выбрали компанию «Норборд», которая производит деревянные панели и мебель. Как вы видите на графике, для этих акций всё ещё преобладает восходящий тренд. Существуют также и другие, не менее интересные производители в Северной Америке, в частности, в Канаде. Это такие компании, как «Вестфрейзер» или «Вестерн Форрин Продактс». Мы уже провели исследования в отношении акций этих компаний, и мы считаем, что они представляют интерес, и инвесторам стоит обратить на них внимание. И ваш фонд уже приобрёл акции подобных компаний? Конечно, это часть нашего плана по работе в сфере производства древесины. На данный момент такие акции составляют примерно 6-7% от всех акций нашего фонда. Уда, спасибо за ваши комментарии. Я желаю вам удачи в дальнейшей работе. Приятно было пообщаться с вами. Дамы и господа, у нас в студии был Уда Сатурлуэти, один из управляющих фонда природных ресурсов «Сонарес». И, как вы сами слышали, древесина имеет большое значение для нашего гостя, но это также интересная возможность для инвестиций. Древесина является очень важным экономическим индикатором, таким же, как медь, и цены на этот ресурс сейчас повышаются. Они уже находятся на уровне 12-летнего максимума. Возможно, вам стоит также обратить внимание на этот ресурс. С вами был Йохенштайгер. Эта программа была подготовлена при сотрудничестве Комодит ТВ и Дукаскопи ТВ. Благодарю за внимание. Продолжение следует...